С одной стороны это здорово провести время, но с другой стороны у вас нет никакого финального продукта и по сути в этой области на рынке вы никто. И вот с этим я столкнулся, когда побывал на несколько таких беспонтовых проектах. Это надо учитывать в будущем. И вот самое, еще в конце, да, самое мое любимое, это когда проект какой-то у меня заканчивается, когда у меня там заканчивается персонаж, у меня ведется статистика по работе. Я это веду чисто для себя и добавил, может быть кому-нибудь пригодится или будет полезно. Есть программы, которые записывают, сколько вы провели время за компьютером, часов в конкретных программах за работой. И она учитывает, конечно, сколько вы там времени провели просматривая котиков, но самая интересная ее часть это то, что она фиксирует время, сколько вы именно рабочего времени провели в программе, сколько вы в этой программе конкретной работали часов. Чем она мне помогает? Избавиться от психотравмы. Во-первых, это когда ты смотришь на этот график, ты понимаешь, что, ну, в принципе, ты работал не так много, а мог поработаться еще больше. Или, допустим, когда ты, наоборот, слишком убивался, бывает такое, что, ну, просто в течение недели невозможно подойти к компьютеру. И вот этот график ты открываешь и понимаешь, что ты последний месяц работал там огромное, вот по пикам, по этим высоким пикам, огромное количество часов. И после них, по крайней мере, у меня постоянно спад. И все ниже и ниже до тех пор, пока я вообще просто на компьютер забью на 4 дня. Потом это опять возвращается. И самое лучшее для меня решение, то есть у меня там есть свои значки, это просто не перерабатывать, работать ровно, какое-то количество. И вот замечу, что у меня тут стоят цифры 6, 4. Это не столько, сколько я просидел за компьютером, это сколько я провел время в рабочей программе. То есть на это время можно еще добавить четверть. Это просматривание котиков, одеждение, пить чай и так далее. И это как раз получится весь рабочий день. По крайней мере, мне это помогает. Избавляться от всех этих психотравм, когда ты пожираешь себя, черт побери, я слишком мало сделал. Открываешь и смотришь. На самом деле, вместе получается все неплохо. В принципе, у меня все. А какое, по-моему? Все, спасибо. Там есть... Сори. Там есть тайное видео, которое мы не показали. Вот. Если вопросы какие-то есть, да, движу руку. Волгыштамп, город Олете. Какую вы программу используете? Вот последнее название. Ну, я использую вот эту вот программу? Да, да. Просто она тоже поможет мне. Хорошо, я отвечу, когда спущусь со сцены, потому что я сейчас не вспомню. Я сейчас нервничал и забыл. Сейчас мы все сидим в круг. Рисы по времени не тратим. Я... Здравствуйте, меня зовут Ксения. Здравствуйте. У меня вопрос насчет работы художника над текстурами развертки. Да. Я не очень представляю, как этот процесс происходит, потому что художнику важно осознавать, где каждый конкретный полигон расположен. Он должен, получается, рисовать прямо на 3D-модели. Да. Есть такие программы, которые позволяют рисовать именно по 3D-модели. То есть вам не надо рисовать. Раньше рисовали, как разворачивали модель. И вот вы видели развертку, я показал. Вот по этим вот частям разорванным рисовали уже поверху. Там есть специальные карты, которые помогают рисовать дальше. Там их запекаешь, и по ним они тебе помогают как по обводке обрисовывать и разукрашивать. Сейчас есть программы, где ты можешь прямо по 3D-модели рисовать. То есть это сейчас не проблема. И есть такая возможность. И достаточно детализированная, да? Да, достаточно детализированная. Насколько у тебя фантазии хватит. И насколько у тебя качество текстуры. Там все зависит от качества текстуры. Какого она размера. Если она 512 на 512, ну, конечно, особо не разгуляешься. Еще вопросы? Еще вопросы, да. Девушка. Лица. 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 Весь скульптинг, всю органику я делаю в ZBrush. Программу называют ZBrush. Всю органику, мягкие формы. Ну, чаще там как раз это делают. А все жесткие формы я моделирую именно полигонами в МОДА. Я работаю последние 5 лет в МОДА. Но для тех, кто изучает 3D Max или Maya, это обязательно. Потому что, если вы куда-то в компанию соберетесь, чаще всего там эти программы есть. В этих программах и работают. Еще вопросы? Вон, рука сзади. Да, конечно. Здравствуйте, меня зовут Настя, а это группа. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы этим занимаетесь? Ну, где-то уже около 11. Скорее, около 11. А сколько вам лет? Мне 30 лет. А, да? Понятно. Спасибо. Еще вопросы? Есть ли у тебя жена, ребенок? А вот такие вопросы уже были, да? Помимо моих вопросов, есть еще какие-то вопросы, может быть. Так, я вижу руку. Привет, спасибо за лекцию. Расскажи о своих любимых играх. Играешь ли ты вообще? Ну, судя по твоей работе, ты и так замешан в этом. Полностью есть время на игры какие-то? Меня предупреждали про этот вопрос, что если меня спросят про игры, и типа, не дай бог, я скажу, что я не играю, у меня из зала крикнут шлюха. На самом деле я играю, но... Это чтобы не кричать. Я играю, но не так много. И чаще всего у меня там одна или две игры. Последняя, это Battlefield, я играю там последние 10 лет, только Battlefield и больше ни что. Потому что на все остальное время не хватает. Если это какие-то RPG, ну, последний Ведьмак я открыл, чтобы посмотреть, как это красиво. А на все остальное времени не хватает. Просто жалко. То есть я настолько уже углублен в свою работу, что когда я открываю игру, я смотрю, как там все классно. И мне жалко время тратить здесь, я побегу быстрее рисовать. Еще вопросы? Так, вроде вопросов больше нет. Мне кажется, Юр дала в следующий раз доклад про, как стать хорошим дизайнером, 3D-моделером и иметь сигью при этом еще. Ну все, давайте сейчас аплодируем. А, где вопрос? Где учился? Я где учился? Я учился в компаниях, в которых я работал. То есть я просто, по-моему, в 20 лет, если тут, да, в 20 лет получается, я уехал в Москву, там работал в компаниях, и все эти компании, из которых меня там выгоняли, в которые я, наоборот, устраивался, и все эти компании меня учили. То есть, по сути, я особо нигде не учился, и у меня незаконченная техническая мама. Но это как раз и парадокс. То есть, если бы я закончил, скорее всего, я бы и не занимался этим. Ну, я советую всем заканчивать, потому что в итоге я пришел к тому, что академическую литературу я сейчас прохожу, потому что за год, за два можно наверстать все эти технические навыки. Это всего лишь программа. Вы открыли, за год поработали, вы адаптировались в этом интерфейсе, все, вы можете там работать. Но именно академические знания, знания пропорции, анатомии и так далее, это все потом вам придется наверстывать. И вот то, что я сейчас наблюдаю, по крайней мере, в моем окружении, ребята, которые без такого высшего образования, они все это наверстывают. У всех эти есть книги по анатомии, которые преподают в институтах. Единственное, когда студент просто это учится, чаще ему это неинтересно. Ну, как и мне было. Мне как бы, что за ерунда. Мне быстрее там выиграть, там прикольнее. Так, да, мы свечем именно вопросы. А у тебя есть какое-нибудь партфолио, где можно посмотреть все твои работы? Да, есть. Вот на первой странице, там был romanukart.com, там мой сайт, там можно посмотреть мои работы. Я так понимаю, презентацию же мы выкладываем, да? Да, вкладываем. Презентацию выкладываем, соответственно, можно будет в ВК и на сайте, я так думал, посмотреть. Все, все презентации и, собственно, ссылки. Там все есть, там видео. Там также есть какие-то уроки у меня, я их выкладывал бесплатно. Почти то же самое, только более детально там можно посмотреть, как происходит процесс. Еще? Так, давайте поаплодируем в третий раз Юре. Спасибо. Отличный доклад. И через пять минут у нас доклад Андрея.